Добрый вечер, в эфире Вести, Крачаева, Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Указ президента в деле. В стране увеличен минимальный размер по уходу за ребенком и предусмотрены другие виды выплат на детей. Какую меру социальной поддержки получат представители малого и среднего бизнеса, предприятия пострадавших отраслей? Подробности в репортаже Вестей. Дезинфекция улиц, парков, остановок. На этот раз специалисты Донского спасательного центра МЧС России обработали общественной территорией Крачаевска. В республике продолжают помогать всем тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Соцпакеты раздали в черкесские учки Кене. Все меры социальной поддержки населения и бизнеса, инициированные президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, беспрецедентны в современной истории, отметил глава Крачевщика Кейсера Шитимрезов. Государство будет оказывать поддержку работникам социальных учреждений, семьям с детьми, предприятиям пострадавших отраслей и социально ориентированным НКО, самозанятым гражданам, индивидуальным предпринимателям. Глава республики дал поручение правительству Крачево-Черкесии обеспечить все организационные вопросы по отработке совместных действий с федеральным правительством по реализации мер в полном объеме и в срок. Их исполнение взял под личный контроль. Указом президента Владимира Путина в России минимальный размер по уходу за ребенком увеличивается в два раза. Кроме того, семьи с детьми получат новые дополнительные меры социальной поддержки. Как восприняли новость многодетные семьи в Крачево-Черкесии, узнавала Мадина Каракетова. По 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 15 лет включительно. Жительница Черкесской и мать десятерых детей Наталья Климова не скрывает своей радости от такой замечательной новости. Финансовая помощь для семьи, в которой есть дети всегда кстати, особенно если детей очень много. Доход семьи Климовых – это зарплата супруга, служащего на полигоне бытовых отходов, да детские пособия. Сама Наталья – профессиональный повар, но пока лишена возможности работать по профессии, так как ее крохотная квартирка полна малышей. Дети для нас цветы жизни. 24 года вот замужем и как на свадьбу дарили нам, все говорили, дети цветы жизни. Ну, дети, да, все мы любим детей. Наталья рассказывает, что она уже обратилась в пенсионный фонд и ожидает выплаты с июня, как раз вовремя, чтобы собрать детей в школьные лагеря, говорит мама. Эта возможность решить и другие необходимые для семьи вопросы. Чуть можно и ремонт, и все сделать, то не хватает. Тем более у меня получается от 5 до 16 лет, 15 учителя, у меня 6 детей получается. Еще, говорю, оглянулись, чтобы нам квартиру. Я не могу на учет встать, я не могу справки собрать, поэтому я даже, нет, а тут квартира, хочу квартиру. Единовременные 10-тысячные ребенка – не единственная мера социальной поддержки, озвученная президентом страны. Наталья Климова была приятно удивлена, узнав и о других. Пособие по уходу за ребенком до полутора лет, которое мы выплачивали неработающим гражданам, в соответствии с федеральным законом 81-м и государственной социальной помощи, увеличивается в два раза. То есть в случае рождения первого ребенка до полутора лет выплачивали 3375 рублей, и это пособие теперь увеличивается в два раза. А значит сумма пособия составит 6751 рубль. Вводится указом Владимира Путина и новая мера социальной поддержки семей, имеющих детей от 3 до 7 лет включительно. С 1 июня будет осуществляться. Размер выплаты на каждого ребенка будет составлять 5200 рублей. И одним из условий для получения данной выплаты является доход семьи, чтобы доход семьи был ниже одного размера прожиточного минимума, установленного в субъекте. Эта выплата полагается на каждого ребенка в семье до достижения ребенком 8 лет. То есть там написано до 7 лет включительно. В Министерстве труда и социального развития разъясняют, что семья, подавшая заявление уже в июне, разово получит все причитающиеся деньги за первые полугодия текущего года. В среднем это по 33 тысячи рублей на одного ребенка. А в дальнейшем дети будут получать выплаты регулярно, каждый месяц. Семья Климовых как раз попадает практически под все меры соцподдержки. Это значительно подняло дух Климовых. Наталья, несмотря на стесненные условия, в которых живет ее семья, старается поддерживать стремление и увлечение детей, развивать их таланты. Одна из дочерей показывает успехи в футболе, другая неплохо рисует. У мальчишек свои таланты и нужды. Мать семейства Натальи рассказывает, что ее семье периодически оказывается поддержка, в том числе и на республиканском уровне. А новые меры, которые озвучил Владимир Путин, вынесут качество их жизни на новый уровень. Мадина Каракетова, Олейбастанов, Рашид Токов, Вести, Карачаева, Черкесия. Пострадавшие предприятия из-за пандемии коронавируса получат зарплатные кредиты по 2% с возможностью погрешения всей суммы за счет государства. Подробнее о форме поддержки предпринимателям расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Основная задача государственной поддержки бизнесу заключается в сохранении занятостей и заработных плат работников различных предприятий пострадавших. Как отметил глава государства Владимир Путин, эта мера позволит поддержать 7 миллионов рабочих мест. Так, Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства уже с 1 апреля начал выдавать беспроцентные кредиты на выплату заработной платы пострадавшим от пандемии коронавируса предприятиям. Данную поддержку могут рассчитывать те компании, которые включены в введение в реестр МСП, которые работают не менее одного года в этих отраслях. Все поступающие заявки банк рассматривают в течение одного рабочего дня. На сегодняшний день в КЧР уже выдано двум компаниям из сферы ресторанно-гостиничного бизнеса. У банка нет абсолютно никаких условий и требований по этим видам кредитов. Наше главное условие и, скажем так, цель этой поддержки – это максимальное сохранение занятости, чтобы наши клиенты не сокращали своих работников. Сами представители малого и среднего бизнеса отмечают, что такая мера является прекрасной поддержкой для сохранения рабочих мест и функциональности самого предприятия. Такую своевременную помощь получила гостиница «Гранд Кавказ». Здесь смогли сохранить рабочие места, выплатив заработную плату работникам. Кредит мы получим своевременно, тем самым мы могли выполнить поставленные задачи. На сегодняшний день мы рассматриваем третий пакет мер по господдержке, а именно кредит по 2%, где предусмотрено погашение кредита государством с условием, что мы сохраняем численность сотрудников на весь период действия кредита. От своего имени и от имени всего руководства организации «Гранд Кавказ» хочу выразить благодарность президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу, главе Карачаево-Черкесской республики Темрезову Рашиду Бориспевичу за оказанную помощь. Али Халибшоков, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева-Черкесия. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. По сообщению синоптиков. В Карачаево-Черкесии небольшая облачность, ночью местами кратковременный дождь и гроза, днем без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 1, плюс 6, а днем 17-22 выше нуля. В горах ночью до минус 3, а днем 7-12 со знаком плюс. В Черкесске ночью без существенных осадков, днем также без осадков. Температура ночью плюс 4, плюс 6, а днем 20-22 градусов тепла. Продолжаем выпуск. Как сообщает оперативный штаб в Карачаево-Черкесии, на сегодняшний день выявлено 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в республике подтвержденных 561 случай. 273 госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Количество выздоровевших тоже изменилось и за последние сутки составило 31 человек, а за время пандемии – 119. В Минздраве отметили, что все, кто вылечился от коронавирусной инфекции, абсолютно безопасны для окружающих. Хотелось бы отметить и тот факт, что поступают больные с тяжелыми формами пневмонии. Тяжесть обусловлена тем, что в течение длительного времени больные не обращаются за медицинской помощью. Поэтому все, у кого есть какие-либо симптомы вирусной инфекции, это может быть повышение температуры, дыхательные нарушения, пожалуйста, сразу же надо обратиться в медицинскую организацию, где вы прикреплены. То есть это будет участковый терапевт, который вас посетит. Именно от начала заболевания и от начала лечения зависит и качество лечения, и длительность заболевания. Поэтому сразу же обращайтесь. Не надо пробовать никакие другие лекарственные препараты или заниматься самолечением. Только участковый терапевт и медицинский работник может определить вам объем лечебно-диагностических мероприятий. Специалисты управления Донской спасательного центра МЧС России произвели дезинфекцию общественных территорий в Крачаевске. Обработке подлежали все места, наиболее часто посещаемые жителями города. Процедуру начали проводить с центральной площади. Затем перешли в городской парк, где обработали лавочки детской игровой площадки. Особое внимание дезинфекторы уделили остановкам, спортивным площадкам, дверям, порогам, окнам функционирующих магазинов. Дезинфекцию в Крачаевске проводят не первый раз. Это одна из процедур, которая направлена на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. По поручению мэра Карачаевского городского круга Тинаева-Лькачевича в Карачаевском городском округе проводится масштабная дезинфекция. Это придомовые территории, подъезды, дороги, тротуары. Мау-Зеленстрой дезинфицирует дороги местного значения. Сегодня к нам присоединился Донской спасательный центр. Они тоже помогли, весь город был продезинфицирован. Управляющие компании с периодичностью 2-3 дня несколько раз по всему кругу прошли по всем домам. Работа не останавливается с сегодняшнего дня с новыми силами и более масштабной дезинфекцией Карачаевского городского округа. Около 11 тысяч продуктовых наборов получили жители республиканской столицы в период самоизоляции. Данная помощь прежде всего направлена на поддержку самых незащищенных категорий, которым особый режим дается сложнее всех. Подробнее расскажет Ахмат Халкечев. В пакетах наборы из продуктов первой необходимости. Помощь предусмотрим многодетным семьям и семьям, в которых один из родителей имеет инвалидность, а также родителям-одиночкам. Общеобразовательные школы республиканской столицы перепрофилировались во временные пункты выдачи продуктовых наборов. Списки семей учащихся, наиболее остро нуждающихся в поддержке, сформировали сотрудники образовательных учреждений. На нашу школу вышло таких семей, которые реально нуждаются, 90 человек. В этих наборах находится именно то, что необходимо для этой семьи. И сливочное масло, и рис, кропы у них там в этих есть, и печенье, есть и сахар, и мука. То есть все то, что необходимо семье на первое время. Адресатам, которым в силу пассивного возраста крайне нежелательно выходить из дома в период особого режима, бесплатные продуктовые наборы доставляют волонтеры и сами сотрудники Управления социальной защиты населения мэрии Черкеска. Заранее они к нам не обращаются, у нас есть список, и по этому списку мы уже несколько дней доставляем эти продуктовые наборы. В состав набора входят продукты, которые, я думаю, необходимы в каждом доме. Это подсолнечное масло, крупы, рис, гречка, геркулес, соль, чай, мыло. А еще 5000 наборов распределили исключительно по списку пожилых людей, у которых пенсии ниже среднего. Это важная вещь, совершенно важная. Просто, мне кажется, должна быть информация по районам, кому более необходимо, кому менее необходимо. Очень важно. А семьи, признанные нуждающимися и имеющие детей до года, получили детское питание. По распоряжению министра внутренних дел республики в благотворительную акцию включились и полицейские. Вот это вот детское питание и печенье детское. До года вот ребеночек, потому что у вас, это вам помощь от МВД и мэрии города Черкеска. Спасибо. Ахмат Халкечев, Али Бастанов, Расул Бердеев, Вести Карачаева, Черкесия. В Малокарачаевском районе также продолжают оказывать помощь малоимущим семьям. Социальные пакеты с товарами первой необходимости от главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова получат семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. В набор входит стандартный список продуктов питания длительного хранения, крупы, масла, сахар, картофель, мука. Меру поддержки граждан в трудное время поддержала и администрация района, где был создан резервный фонд, из средств которого будет оказана адресная помощь продуктами питания более 1 тысячи человек. Это все вести. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Родительское право».